Пыль не только загрязняет наши дома и квартиры, но также может вызвать проблемы у людей, страдающих аллергией. Пыль может содержать опасные для здоровья человека частицы, а также фекалии пылевого клеща, которые могут провоцировать респираторные аллергозы. Я не знаю, как вы, но я ненавижу в пыль и со временем узнал довольно много эффективных способов для уменьшения количества пыли и эффективной борьбы с ней. Предупреждение о накоплении пыли состоит из нескольких этапов. Если следование этим правилам вы превратите в привычку, это займет гораздо меньше времени, чем регулярная борьба с пылью без превентивных мер по ее уменьшению. В результате вы будете иметь чистую гипоаллергенную квартиру или дом. Энтон ППП – список правил и советов для того, чтобы с максимальным эффектом бороться с домашней пылью. Пользуйтесь правильно вашим пылесосом. Регулярно меняйте мешок пылесоса, как только он заполнится наполовину, максимум на три четверти. Не экономьте на мешках. В противном случае вы с одной стороны будете пылесосить, а с другой стороны пылесоса будет вылетать лишняя пыль. Расчесывайте волосы в ванной комнате. Вы замечали, что ваши волосы, разбросанные по квартире, являются отличными сборщиками пыли. Расчесывая волосы в ванной и вовремя сметая их с пола, вы ликвидируете еще один пылесборник. Оборудуйте вытяжки в вашей квартире противопылевыми фильтрами HEPA-фильтры. Аббревиатура HEPA обозначает High Efficiency Particle Absorption или по-русски высокоэффективные поглотители частиц. Хорошие фильтры избавят вас от пыли, поступающей с воздухом. Если позволяют средства, отдавайте предпочтение кожаной мебели. Она не только украсит ваш интерьер, но и будет меньше притягивать пыль и намного легче чистится, когда она становится пыльной. Современные материалы, которые предназначены для борьбы с оседанием пыли, например, некоторые виды микрофибры, являются еще одним хорошим вариантом мебели. Избавьтесь от ковров. Да это может быть очень непривычным, и поначалу вы будете чувствовать дискомфорт без них, но это самый большой пылесборник в вашем доме. Если совсем без ковров вы не представляете свое жилище, замените их на небольшие коврики, которые могут быть легко промыты в воде, чтобы избавиться от пыли в них. Избавьтесь от ненужных вещей в доме. Если у вас есть великое множество ненужных вещей в вашем доме, то что у вас множество мест для сбора пыли. Вы должны иметь возможность регулярно протирать пыль в вашем доме на каждой вещи. Если таких вещей будет очень много, то, скорее всего, вы очень быстро устраните их перетирать. Откажитесь от этих вещей, и вы будете избавлены от многих мест сбора пыли. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Вы можете пару раз в год воспользоваться рекламными услугами различных фирм, которые продают системы домашнего пылесоса. Они бесплатно в рамках рекламной кампании очистят вам своим оборудованием паласы в вашем доме. Живые растения в вашем доме. Различные виды растений помогают поддерживать чистоту воздуха в вашем доме. Поговорите с вашими соседями, возможно, они порекомендуют вам какие-то растения или даже поделятся отростками. Не украшайте дом искусственными цветами, это тоже пылесборники. Держите домашних животных в чистоте. Это может быть иногда очень трудным, чтобы приучить ваших питомцев к новым порядкам. Поэтому положите коврик перед дверью и смывайте грязь с их лап на входе, прежде чем пустить их в дом. Чистите домашних животных. Держите окнами закрытыми. Проветривание воздуха это, конечно, замечательно, но вместе с воздухом вы запускаете в дом пыль. Держите окна закрытыми. Или открывайте только когда ни улицы нет сильного ветра, или сразу после дождя. Любой вид естественного огня в доме способствует возникновению сажи. Если вы любите свечи, ладан или ваш камин, то вы будете иметь дело с сажей. Если в вашем дворе-дворе много пыли, грязи, или вы живете недалеко от дороги, то бороться с пылью в доме будет сложно. Задерживать такую пыль помогут деревья и растения перед домом. Сделайте борьбу с пылью регулярным занятием. Допустим, вы сможете уделять пять минут каждое утро для профилактики и посвящать половину выходного дня для генеральной уборки один раз в месяц. Бросьте курить. И не позволяйте никому курить в вашем доме. Частицы табачного дыма оседают в вашем доме и создают очень токсичную пыль. Попробуйте использовать различные устройства для борьбы с пылью, пока не найдете то, что работает у вас лучше всего. Есть много различной бытовой техники на рынке, в том числе устройства и чистящие средства, которые можно использовать, чтобы не допускать накопление пыли. Попробуйте их, пока не найдете то, что работает лучше всего именно у вас. Используйте шторы вместо жалюзи. Шторы всегда легче и быстрее прополоскать в воде, чем перетирать от пыли каждую планку жалюзи. Своевременно заменяйте и мойте все фильтры, включая фильтры кондиционеров, по крайней раз в три месяца. Грязные фильтры не могут выполнять свою работу. При ремонте квартиры старайтесь не нагромождать ваши потолки сложными гипсокартонными конструкциями, в полках которых часто собирается пыль. Старайтесь подбирать мебель по высоте, чтобы она была минимум на 30 сантиметров ниже вашего потолка. Так вам будет легче протирать пыль с ее верхних крышек. Не вешайте люстры сложных конструкций со множественными мелкими элементами. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Надеюсь, некоторые из перечисленных ниже советов помогут вам так же, как они помогли мне в борьбе с домашней пылью. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.